Ну, потому что я считаю, что он мне очень идет, но мне мама не разрешает. Вот понимаете, либо сейчас у нас все получится, либо все, что мы с вами делали, сейчас испортится. Поехали. Всем привет, ребята! С вами я, Кристи Стар, и сегодня в этом видео я хочу вместе с вами сделать суперлегкий, простой и, возможно, даже кому-то подойдет под повседневный макияж. Я думаю, этот макияж сможет повторить каждый, поэтому я предлагаю не медлить и начинаем. Первым делом, что надо сделать, это, конечно же, подготовить наше лицо. Некоторые протирают мицеллярочкой, а лично я использую вот этот крем алоэ. У меня он в небольшом размере, в среднем, если я не ошибаюсь. Один я уже полностью использовала, он уже просто закончился. Вот у меня есть еще один второй, который мне подарила подружка, и вот им я как раз и увлажняю лицо. Для начала я протираю лицо ватным диском, а потом уже наношу алоэ и жду 3 минуты, пока все впитается. Итак, ребята, я увлажнила лицо, я уже подождала, все впиталось, и первое, что я хочу нанести, это консилер. А вот недавно у меня закончился вот такой вот. Ну что, наносим. Итак, я наношу консилер под глазами, на веки, также чуть-чуть на нос и замазываю один прыщик, и тушу им. Не обращайте внимания, почему я так часто смотрю в левую сторону, в правый нижний угол, так как у меня там стоит айпад с сериалом, да, или с ютубом, я не помню. Ну что, ребята, я нанесла консилер, и теперь мы приступаем к пудре. Я купила самую-самую-самую светлую. Давайте наносить пудру. Если честно, пудрю я никогда не пользовался, я купила ее только позавчера, я ее наношу под глаза, на нос и под скулами. Вот, в общем, давайте ее не будем пока растушевывать, давайте пока приступим к бровям. Просто зачесываем бровки. Тоже недавно я купила мыло для бровей, но очень удобно, я советую. Ну все, ребята, я зачесала наши брови, вот так вот это выглядит. И теперь прокрасим наши брови, вот такой вот я. И вы будете смотреть на мои попытки красиво накрасить брови. Да, я также купила себе новый карандаш для бровей, или что это вообще? Я сама не поняла, какая-то кисть с помадой для бровей. В общем, на самом деле, этой штукой очень тяжело красить брови, и у меня вот, как вы видите, вообще получается ужасно. У меня вопрос, что я так долго там в айпаде смотрю. В общем, я сделала одну сторону, одну бровь. Мне кажется, она слишком темненькая, но для видео, в принципе, нормально. Поэтому делаем вторую. Вторую бровь было делать уже сложнее. Вам тяжело делать брови? Пишите в комментариях. Ну что, ребята, я доделала брови. Короче, я буду учиться ей пользоваться, потому что на самом деле она слишком яркая. И теперь тушуем всю мою пудру. Итак, я тушую и уже переставила айпад в другую сторону, поэтому буду смотреть теперь в другую сторону, также любуюсь на себя и заодно подчесываю брови. Алилуйя с бровями мы закончили. Приступаем к глазам. А также я вчера купила вот такой вот вазелин. Вот такой вот вазелин. Вот такой вот вазелин. Вот такой вот он выглядит. У меня есть палеточка, такая супер мягкая, красивая. Тут есть один цвет, называется натурал. Ну, я думаю, тут видно типа натуральный. Такой естественная красота. Вот, и вот такая вот палетка есть. А! Еще есть вот такая вот палеточка, вся потрескавшая. Вот тут тоже нюдовые цвета. Давайте ею я как раз и накрашусь. В общем, ребята, первое, это я наношу самый светлый, то есть вот этот вот натуральный. Потом я беру маленькую палеточку, использую самый темный и чуть-чуть перехожу к более светлому. Вот так вот это выглядит, крашу нижнее веко и приступаю к стрелкам. Вот так вот у меня это получается, делаю стрелочки. И не смотрите на мое лицо, я всегда открываю рот, когда я крашу стрелки. Ставь лайк, если жиза. Если, ребята, я сделала глаза, в общем, я сделала такие стрелки с внутренними уголками. Короче, вот так вот это выглядит, потом я еще накрашу ресницы. А сейчас приступаем к румянам. Я использую свои любимые, вот так вот они выглядят. Красиво. Итак, наношу, ой, наношу на щеки и на нос. Я румяную нанесла. Сейчас нам нужно нанести, думаю, хайлайтер. Вот один. Наносим, короче, вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Вот так вот это выглядит. Теперь нам нужно накрасить губы. Губки я красить буду вот этим вот блеском от Vivienne Sabo. Блеск очень крутой. Вот так вот это выглядит, мне нравится. Сейчас с вами будем красить ресницы. Короче, красилась, красилась, и у меня съехала рука, и получилась такая точка. Но я решила ее не стирать и сделать такую же вторую на другом глазе. Я сделала, накрасила ресницы. И, короче, когда я красила ресницы, у меня случайно локоть слетел со стола. И у меня вот тут вот точка получилась. Но мне было уже так линию стирать, что я решила просто сделать вторую. В общем, веснушки. Я хочу попробовать сделать веснушки. Я их уже один раз сделала. Мне моя подруга сказала, что они мне не идут. Я не знаю, почему я боюсь. Вот понимаете, либо сейчас у нас все получится, либо все, что мы с вами делали, сейчас испортится. Поехали. Не вижу. По-моему, почти ничего не изменилось. О, уже получше. Давайте последний штрих. О, вот, мне нравится. Как вам? Оставляем. Короче, ребята, вот результат. Я добавила... Мой колодный персинг я себе заказывала. Ну, потому что я считаю, что он мне очень идет, но мне мама не разрешает. Но мне мама не разрешает его проговорить, поэтому я себе заказала обманку. Потом я добавила жерелечко вот такое, которое перекрутилось, как всегда. Надела кофточку. Бабушкины очки, которые я у нее забрала недавно. И вот такой вот образ. Ну, зато получилось видео. Хотя бы делаем необычный образ или делаем образ. В общем, напишите, как мне правильно придумать это видео. Точнее, как придумать правильное описание этого видео. Ну, а я всех люблю. Подписывайтесь на мои соцсети. Всех чмоги-чмоги. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok